Ударный дрон-охотник. Вопрос. Зачем армия торопит военно-промышленный комплекс ускорить его поставки? Друзья, ссылку на источник я оставляю в описании под этим самым видео, а вам всем говорю, поехали! Министерство обороны Российской Федерации обратилось к промышленности с просьбой ускорить испытания и серийные поставки войска ударного беспилотника С-70. Он же есть, для тех, кто не знает, охотник. По имеющейся информации речь идет о сдвиге сроком не менее чем на один год. То есть, если раньше серийные поставки С-70 планировались начать примерно с 2025 года, то теперь они начнутся уже в 2024 году. Итак, давайте начнем с того, что С-70, он же охотник, это в чистом виде ударный беспилотник большого радиуса действия, которые выполнены по технологии малой радиолокационной заметности. Главное, даже фактически, это единственное предназначение этих беспилотных дронов. То есть, уничтожение средств ПВО противника, скрытое проникновение сквозь ПВО на вражескую территорию и, разумеется, уже там, по дефолту, уничтожение любых военных целей, в том числе военных штабов, узлов связи, складов вооружений, аэродромов, баз различного назначения и так далее, и так далее, и так далее. Да, при желании его можно приспособить и для сопровождения, например, того же истребителя, и для опрыскивания огородов отвердителей, и такое тоже вполне возможно. Но КПД такой совершенно и дорогой игрушки в таком случае станет просто стремиться автоматически к нулю. Именно ударный беспилотный самолет, буквально заточенный под выполнение сложнейших миссий в оперативной, а также при желании стратегической глубине противника, это он самый. И просьба ускорить его поставки в войска может означать только одно, что, может быть, идет даже какая-то тайная втихаря подготовка к войне. Ну и примерно можно определить некоторые сроки ее начала. И вот именно здесь аналитики, которые работают с этой информацией, вдруг начинают понимать, что поставки С-70 к 2025 году могут даже и запоздать. Война либо уже начнется, либо к ее началу количество поставленных войска ударных беспилотников просто будет ничтожно-ничтожно малым или незначительным. С кем же может быть конфликт? Разумеется, один из вероятных противников у всех на устах. И все-таки давайте попробуем подумать. Этот самый вот, друзья, С-70, это очень сложное и совершенное устройство, боевые возможности которого явно избыточны для так называемых конфликтов очень такой, скажем, низкой интенсивности. То есть даже для операций вроде сирийских он не очень-то и нужен. Как показывает практика, там вполне хватает и обычной пилотируемой авиации. И эта авиация работает в связке, например, с существующими серийными беспилотными летающими аппаратами. То есть это не горячая точка внутри страны, вроде Чечни или, например, там Кавказа. Здесь что-то намного серьезнее. Для того, чтобы дроны, например, типа Охотника были востребованы, нужен противник намного куда более серьезный. Хотя бы вроде Украины, располагающейся не самой новой, но все-таки довольно масштабной системой ПВО с десятками СРК различных типов. В таком случае применение ударного стелс-беспилотника будет, безусловно, оправдано. Оно позволит эффективно решать боевые задачи, сократить при этом крайне болезненные потери в пилотированной авиации. Правда, есть еще одна интересная версия. А что, если эта новость – дезинформация? Вполне возможно. И лично я вам скажу, со своей точки зрения, никому не желаю войны и не дай бог войны. Особенно, если это война с нашими близкими соседями. Часть некого хитрого, например, плана американцев. И нам всем известно, например, про их коварство, я думаю, это хорошо понятно каждому, что нам всем также известно про их коварство чуть, например, если есть возможность, они готовы перепрыгнуть любые абсолютно препятствия, любые границы и начать войну с каким-либо противником, если это входит в их сугубо личные интересы. Так что, друзья, для того, чтобы мы в свое время были готовы и как-нибудь, не дай бог, не надорвали свои животы, все-таки наша армия должна быть готова к столкновению с любым, абсолютно любым вероятным противником. Субтитры создавал DimaTorzok